Значит, я не блогер, абсолютно, и даже наоборот. Поэтому, как бы в «Золотом теленке» писал Елена Ильфа Петров, так не корысти ради, а то к мою волею пославши имя жены, то бишь моей дочери Дарьи. Мы обе страстная книголюбы, в нашей семье читают с измирства, не успели только научиться читать. И читают всегда, ежедневно, и везде, где бы ты ни находился. Ну и я, соответственно, тоже, смею надеяться, и привела тоже вместе с своим мужем любовь к книгам. Поэтому читаем мы всегда и везде. И вот почему-то Даша решила, что следует мне как-то высказаться по поводу каких-то книг. Мы ничего не выбирали, потому что я лично всеядна, я читаю много всего, и всегда помнится, ну, несмотря на 10-тысячную библиотеку свою, которую мы собираем давным-давно, нам этого еще не хватало, поэтому я где-то порядка лет 7-8 ходила в областную библиотеку, и там брала книги, в оконцовке и та иссякла. И вот таким образом приходится, вернее, не приходится, с удовольствием перечитываем то, что у нас есть, или что нам приходится добывать или покупать уже до настоящего времени. Вот. Мы ничего, конечно, не выбирали. Жребий, будем так говорить, попал на Донцову, к примеру, Дарью, автора «Иронических детективов» и еще пару авторов. Ну, начнем с Легоникова Донцова. Я вот как раз ее перечитываю сейчас много. Я, кстати, уже раз четвертый перечитываю все ее. Чем привлекла она в свое время нас вместе с Дарьей? Ну, во-первых, она была как бы первой в этом жанре, будем так говорить. Искометное чувство юмора, так сказать, интрига закрученная, очень динамичный сюжет, чувство юмора необыкновенное. К тому же мы уже знали, кто она такая, как она стала писать, а писать она стала, как все уже знают, в весьма зрелые годы, а ранее как бы и не склонна была к этому. Поэтому вот ее, как она себя называла, безумная оптимистка, ее безумный вот этот оптимист, вера во все хорошее, уверенность в том, что все будет хорошо. Очень интересные книги, поэтому мы как начали с самого первого дня эти книги приобретать, так и по сей пору, естественно, держимся этой. Мне вообще вот просто восхищает ее работоспособность. Ну, будто говорится так, что писатель человек творческий, как всякий другой творческий человек, поэтому сиди и жди, покуда вдохновением у тебя накатит. Это же, как бы всегда, как говорим в теме, с шести утра она садится за стол, обыкновенная шариковая ручка начинает писать, пишет ежедневно, очень много, что нам очень нравится. Более того, вот парадоксальность ее, так сказать, названия вот этих книг, ну, если театр начинается с вешалки, то книга, естественно, начинается с названия, которое интригует сразу и о чем-то говорит. Ну, вот, к примеру, передо мной сейчас лежит, «Данкисты тоже плачут», «Маникюр для покойника», «Главбол и полцарство в придаче», ну, и так далее и так подобное. Что еще вот подкупает? Начинается всегда ее произведение с какого-то, ну, чуть ли не афоризма, не так говорить. Ну, например, первая строчка, «Каждый человек кузнец своего несчастья». То есть это перефразированная, известная пословица, но вот смысл сразу становится абсолютно другим, вот, очень такой философский, будем даже так говорить. Очень мудрые книги, вот, чем они подкупают. Несмотря вот на столь якобы легкомысленный жанр, они очень мудрые, они учат терпимости, они учат вере в хорошее, они милосердие в оконцовке и так далее. Вот мне запомнилась, например, фраза, которую я держу всегда в голове, одной из героинь, бабушка всегда говорила, не смотри на тех, кому хорошо, кому лучше, смотри на тех, кому хуже. Тогда твои собственные проблемы, в общем-то, оказывается, и выедены в Исане. Это вот, вот это и есть в этом случае оптимизма. Поэтому мы с удовольствием читаем эти книги, мы черпаем из них и мудрость, и юмор, и это нам, как бы, скрашивает жизнь. Вот об этом. Ну, хотела бы еще, на что наш жребий, так сказать, пал, это на Бориса Акунина. Мы его полюбили, с самой первой книги, как только она вышла в издательстве. Человек, автор, который начал писать, тоже в достаточно зрелом возрасте уже, очень грамотный, очень образованный, просто энциклогидический, ну, тут и институт восточных языков, и опыт работы, и поездки за границу, Япония, к примеру. Поэтому мы, естественно, Акунина непременно покупаем все, непременно с удовольствием читаем. Вот о том, что язык Акунинский, ну, просто одно удовольствие. Русский язык просто замечательный, которым он пишет свои произведения. Более того, они очень познавательные в смысле истории, не только нашей страны, и нашей тоже, а прежде всего других стран. Вот нас, например, с Дарьей очень интересовала, и интересует страна такая, как Япония, ранее весьма закрытая, недоступная и так далее. И вот эти произведения, несмотря на то, что они художественные, они погружают нас в ту эпоху, в те обычаи, традиции, жизни людей, простых японцев, правительства, политики, да все что угодно, то есть все охватные. Или возьмем, например, произведение, как «Турецкий гамбит». Вот здесь уже русско-турецкая война во всей своей красе, со всеми, так сказать, нашими трагедиями, с людьми и так далее. Вот последнюю книгу. Ну, у него масса еще. Я влюблена в его героя Раста Фондорина, хотя, как сам он говорит, как бы недолюбливает, даже будто бы убил его навсегда. Ну, может быть, он и... Ну, что я надеюсь? Окажется, ролик Анан Дойли в свое время он Шерл Холмсове тоже убил, но публика не потерпела такого поступка и прям-таки настояла продолжать вот эти любимые произведения, где у меня Шерл Холмс был главным лицом. Ну, лично мне вот я, Тараса Фондорина, просто в восторге от его образ жизни, от его отношения к жизни, от его знаниях, обо всем на свете. И прослеживается вот в течение нескольких многих-многих произведений, его нелегкая судьба, будем так говорить, его жизнь, личная, его драма и так далее, его взаимоотношения с правительствами, с простыми людьми и так далее. Ну, вот последняя книга, у него, конечно, помимо вот чисто детектив, будем так говорить, произведения, где Рас Пандорин или Пелагея, или иные главные лица, типа истерии «Смерть на Бордер-Шафт» и так далее, есть и кладбиневские истории, есть и под названием «Писатели самоубийства», то есть весьма многогранен, весьма многогранен Акунин. И вот последнюю книгу, чем она подкупила, ну, мы, так сказать, с Дарей являемся еще и поклонниками истории, мы очень любим историю, и не только своей страны, но и зарубежную тоже, и мне кажется, что ее просто нельзя не любить, и нельзя не знать просто-напросто, потому что если ты не знаешь прошлого, то ты, естественно, ничего не будешь понимать не настоящим, ну, а в будущем тем более, что все корни оттуда. Но вот тяготеем, так сказать, к старинным вещам, но, к сожалению, поскольку наша советская действительность была такова, что мы нас отрубили просто-напросто от наших корней, от нашей истории, вот эта вот новая, так сказать, советская народность состоялась, и поэтому, как это было в советское время, от всего старого освобождались, все это изгонялось, и, ну, за редкими исключениями, и я думаю, что им очень повезло, которым остались у наследства старинные вещи, книги и так далее. Мы, к сожалению, не таковы, нам ничего от наших предков не досталось, но, тем не менее, мы вот тяготеем, пусть они будут псевдо, так сказать, старина. Вот я увидела вот последнюю книгу Бориса Кунина, Даша уже говорила об этой книге, она выходит под... эгидой, так сказать, такой тоже, будем говорить, жанр, любовь к истории, вот эта книга Бориса Кунина, настоящая принцесса, она оттуда. Ну, подкупила, прежде всего, издание этой книги, она вот такая вся, в таком вот дореволюционном, старинном стиле. Вот все это, так сказать, вся эта печать, она просто-напросто подкупает. Ну, содержание что? Содержание он просто решил издать, то есть переписку со своими блогерами, свои комментарии, чужие комментарии поставлены вопросом, которых он касается. Здесь, так сказать, масса всякой информации достаточно интересная, и поэтому она нам понравилась не только вот с средними фотографиями, чисто вот такими листами, но и содержанием тоже, о чем здесь только нет. То есть все, что у него рождалось где-то, что-то, или в ходе переписки на своем блоге, или с другими лицами, либо так, чего-то, когда-то что-то читал, что-то осталось, и вдруг всплыло. И, в общем-то, очень даже интересно. Нам лично понравилось. Мы вот с нетерпением, с Дашей ждем, он озадачился, так сказать, историей России, он работает в этом направлении, и мы думаем, что то, что он накопает, то, что он найдет, оценит и изложит, естественно, на своем труде, мы это будет соответствовать. Действительно, я лично, вот мы даже ему безоговорочно верим, потому что ничего у него не исходит без доказательного, без документального, без ссылок на произведения, на прессу, на какие-то труды, и так далее. Ну, и третье, о чем мы решили с Дашей поговорить немножечко, это началось это все с родословной, наверное, так будем говорить. Я вот уже рассказывала о нашей любви к истории, и потом, вот, в последнее время мы занимаемся своей родословной, своей генеалогией, поэтому много очень общается Даша, значит, на своем блоге, специальный сайт у нее, ну, и я, соответственно, в архивах, в ЗАГСах и так далее, бываю, просматриваю, изучаю книги и так далее и тому подобное. Поэтому, с недавних пор, и она, в принципе, и была, вот такая, такой вопрос России, о Слоянах, кто мы, откуда мы, зачем мы. Ну, мы уже, и вы уже знаете, что наша история неоднократно, так сказать, переунистрировалась, она переделывалась, документы уничтожались, переписывались, это все понятно уже, и всем это ясно, поэтому с опаской, естественно, перечитываешь историю государства российского, то есть, и Карамзина, и Славаева, и других авторов, маститых, которые считаются с основоположниками и историей государства российского. Но, тем не менее, я как-то вот, ну, с опаской все это тоже прочитывала, с уверенностью, потому что, ведь и они не избегли, по всей вероятности, цензуры, и вынуждены были писать, потому что, иначе не публикую только то, что надо. Я вообще к меморам отношусь как-то, ну, вот с этих позиций весьма осторожно в связи с этим. Ну, и вот, естественно, мы много читали о истории государства российского. Даша моя, я, правда, лично не увлекаюсь, говорю, вот и в художественном плане подобного рода книгах, но далее у меня, у нее целая библиотека мы собрали, там и княгиня Ольга, там и Ярослав, там все Романовы, ну, то есть масса всего. Я о чем хотела сказать? Вот, откуда пошла земля русская, как она есть. То есть, российского государства, как бы, ему лет-то еще немного. Мы вначале посмотрели дальше фильм, документальный Михаил Задорного, он был как-то вот, ну, впервые вот так смонтирован и так подан, что мы, когда его посмотрели, мы просто подпрыгивали от удовольствия и вот от того, что, как преподносилась его версия происхождения царской власти и России вообще, и славян в частности. Но когда, естественно, мы захотели заиметь книгу, которая, на основании чего была, был снят этот фильм, мы получили эту книгу, но, увы, я, мы просто разочаровались. То есть здесь в основном только речь о своем блоге, о разговорах, о том, кто что сказал, кто что там там мыслил. Здесь нет никаких ссылок на документы, на какие-либо, ну, будь то хоть они какие-то, исправленные, переписанные и так далее. Но очень много вот таких вот, так, вы готовы, приготовьтесь, сейчас я и вам скажу. Вот, вроде как сейчас последует какая-то сенсация. Откуда мы есть, откуда, значит, произошли эти юрики и прочая, значит, земля русская. Но ничего подобного тут не происходит такого. Все так вот как-то откуда-то надергано. Ну, лично я вот могу назвать только окрошкой. То есть вот надергано оттуда, отсюда, с блогов, чего-то, все в кучку свалено. С претензией на какую-то сенсацию, сенсации я здесь никакой не увидела и не уяснила, откуда. Я все это спорно, одни домыслы, больше ни о чем. Я хочу просто закончить вот наш такой вот душесчипательный, который нас занимает, вот этот вопрос, то есть о нас, о славянах, о земле русской, о том, что я нашла в оконцовке и чему я верю. Ну, верю и не верю, это, конечно, дело каждого. Да и в кузы, сколько людей, столько и мнений. Но я, опять же, по рекомендации, по рекомендации, значит, по блогу, Дарину, она мне, она услышала и мне порекомендовала, я в оконцовке в оконцовке скачала книгу в электронном варианте. Это Левашов, Виктор Левашов, значит, «Россия в кривых зеркалах» и еще там ряд произведений. Меня лично вот это произведение его захватили. Они, ну, я бы сказала, базируются в основном на славяно-арийских ведах. Я, правда, так и не выяснила, откуда они взялись. Может быть, дальше еще буду читать, там еще ряд произведений есть. То есть, откуда они взялись. И вот их интерпретация. Она мне показалась очень доказательной. И поэтому здесь очень много фактов. Вот, так сказать, интерпретация, она такая достаточно лично, ну, я лично ей верю. Откуда есть земля русская, это произошло. То есть, мы все-таки откуда-то с севера, потом, потом уже катастрофа. Причем, живем, жили мы, то есть, наша раса, белая раса, жили мы там не одно сотню тысяч лет. Причем, жили спокойно и достойно. Здесь происхождение раса вообще желтое, красное, черное и белое в том числе. Ну, белые, соответственно, славяне. Конечно, в той мере, в какой концовке он приходит, в той мере, какие мы сейчас относим себя к русским, то бишь, мы будто бы славяне, конечно, мы уже давно, намного уже ассимилировались за много тысяч лет. И здесь остается, только надеяться, на генную память. То есть, в ком она все-таки сильнее осталась, вот эта вот генная память, вот эта вот славянская, вот этой белой расы, о том, что на нас возложена все-таки миссия, ну, будем так говорить, спасателей, мы были-то спасателями несколько тысяч лет назад, вот этих вот раз, и остаемся онами. То есть, здесь вот это вот, то, что проходит и в заповедях, и о происхождении человека в целом, и библейские, и, так сказать, мусульманские, буддийские, любые. По сути дела, это одно и то же, только в разной форме все это приподнено. Здесь и божества, так называемые, их так, надо же как-то персонифицировать, кому-то поклоняешься, кому-то произнеешь выше себя, кому-то подчиняешься. Безусловно, мы так устроены, что нам как бы это нужно персонифицировать. Поэтому здесь очень много говорится, здесь свыше двух тысяч листов в одном только произведении, базируется вот на этих ведах, они просто завораживают. И очень много ссылок на сказки, наши русские народные сказки, потому что, коль не сохранено письменных источников, увы, то устные, так сказать, которые из рода в род, которые передавались постоянно, вот сравнение и с этими сказками. Вот настолько меня это поразило, говорят, что каждый учитель находится у своего ученика, то есть тут не наоборот. И мне думается, что он, не только вот интерпретируя вот эти вот веды, но и обладая журнальными эстетизационными способностями, а это доказательство масса, он использует свои способности, то есть он видит, он видит прошлое, он может быть там и бывал, он знает, откуда мы, куда мы, как это все происходило, где у нас врата, как мы сообщали, с кем, куда, то есть меня вот эта книга поразила, поэтому, конечно, прочитав, вначале так получила задорного, потом прочитав Левашова, ну и прочее, для меня это просто, ну, неспоставимые вещи, поэтому я намерена прочитать и дальше Левашова, все его естественные произведения, к сожалению, мы узнали, что он не так давно умер, к сожалению, всем, тем не менее, смертны, но тем не менее, наследство наставило очень солидное, и поэтому я вот без упора просто, кстати, перерабатываю, я все это в голове укладываю, потому что все это уложить, ну, как-то, все это вновь, хотя, в принципе, читая эзотерическую литературу и прочую, я к этому была готова, как это происходило, как это могло происходить, в принципе, вот так, на основании других источников, уже до тех же индийских вид, например, масса их, вот таким вот образом, поэтому вот моя первая попытка донести какое-то свое мнение, свое личное мнение вот о трех избранных авторах, до четырех даже будем так говорить, увы, что получилось, то получилось, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok